Шаббат шалом, дорогая община! Это домашние группы, это посещение людей, это молитвы. И все же, что нас влечет собраться вместе и пообщаться? Что влечет нас протянуть друг другу руку и сказать, как у тебя дела? Что держит нас вместе, кроме того, что мы религиозные люди, и это какая-то обязанность, некая формула для верующих людей, ты должен ходить на собрание. Мы когда-нибудь задумывались над этим, нет? Наверное, что-то более глубокое, наверное, знаете, отношение, что если мы соберемся вместе, и люди помолятся, и надеются, что в моей жизни что-то изменится, придут новые перемены. И вот, наверное же, все-таки то обещание, которое Бог говорит, что я буду обитать посреди них, я буду являться им, я буду наставлять их, я буду общаться с ними и исчелю их не только в индивидуальном обществе, только у себя дома, на кухне, либо в туалете, либо где-то в любом месте, потому что до Бога нет пределов, где тебя коснуться. Но все равно вопрос здесь общества. Нечто происходит, когда мы собираемся вместе, и можем что-то друг другу сказать. И вот знаете, вот о том, чаще всего, вот о чем мы должны говорить, и я хочу поговорить сегодня с вами. Все-таки, продолжая эту тему, цикл проповедей «Был мертв и ожил, потеря и наден», о том, что я сказал, что буду продолжать это в течение нескольких недель, и, знаете, я возвращаюсь к прошлому шабату, и хочу напомнить вам, что мы говорили в прошлый раз о нашей душе, о старшей сестре, которая постоянно имеет борьбу с младшим братом, с нашим духом. То, где у нас происходит борьба, и в этом же состоянии происходит твердыня. То есть, когда мы кормим или же подкармливаем нашу душу, побеждает все-таки душевность и увлекшение тем, чем мы жили раньше, или же мы подпитываем дух, то, кто возрожденный дух от Бога. Там происходит борьба, и вы знаете, чаще всего борьба идет на уровне душевности, и происходят твердыни, которые, эти твердыни чаще всего, 90% делают нас изолированы от общества, от общества людей, которые вокруг нас. Изолируют нас от родителей, изолируют нас от братьев, сестер, изолируют нас мужа, от жены, потому что в человеке существуют твердыни, которые необходимо преодолеть. В прошлый раз мы говорили о том, что душа, она все-таки мгновенно пытается взять реванш над духовной частью человека. Нас влечет, на самом деле, чувство о Боге, нас влечет переживание Бога, нас влечет его любовь и состояние, когда мы открыто перед ним говорим все, и вот чувствуем, что только он мог нам помочь. И все же в это время чувство, что я могу и все сделать сам, не покидает каждого из нас. Некоторые из нас пересекли эту грань, они отклонились от истины на 5 секунд, на 5 минут, на 10 лет. И все-таки мы чувствуем себя этим пропадшим сыном. Мы говорим «блудный сын», слово «блудный» от того, что он расточил, расточающий то, что имеет от отца своего. И как бы это ни было, насколько бы ты не отходил от Бога на 10 секунд или же на 10 лет, ты все равно остаешься этим блудным сыном, которому нужно сделать нечто. И вот путешествие назад является основной темой, о которой я хочу говорить, потому что мы с вами сражаемся. Мы на реальном поле битвы верующего человека, где мы должны сделать решение. И эта проповедь называется «Путь домой». Путь домой. Для многих из нас этот путь может составлять года. Для многих из нас этот путь может составлять и мгновение, если мы осознаем о том, о чем я буду говорить. Фактически, когда мы открываем Луки 15 глава 17 по 19 стих, эти слова, они очень реальны для сегодняшнего времени. Лука 15, 17-19 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избытоствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба перед тобой и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу». Наверное, если бы такой молодой человек был бы сегодня в современном обществе церкви или же там общины, ему бы сказали бы, ага, нахватался бесов, теперь будем из тебя их изгонять. Но написано, что он пришел в себя, к консенсусу своего разума. Он понимает, что его на это дело никто не подталкивал. Ему не было причины винить отца, брата и других людей на то, что он переживал. Ему даже не было возможности оправдания перед отцом, что его друзья его кинули. Как у нас бывает часто в вопросах, говорит, я пришел, мне так тяжело, меня другие кинули. То есть другие виноваты, почему я пришел домой. Да, у нас чаще всего так. Но здесь, чтобы понимать, для всех тех, кто имеет какое-либо желание вернуться обратно домой, я обращаюсь ко всем нам, тем, кто смотрит нас по интернету, для всех тех, кто пересекли эту красную линию, может быть, желание повеселиться, грубо говоря, повеселиться в этом мире, как бы пожить без Бога. И как пришли к консенсусу своего разума, пришли к сознанию, что в этом мире не так все хорошо. Написано, что он был голоден, а в доме отца моего, да, все избыточствуют хлебом. Хлеб не что иного, как Слово Божие, которое нас вдохновляет, которое дает надежду, которое укрепляет нас, которое утверждает нашу веру. Слово Божие, потому что без Слова Божьего мы не понимаем, что есть вообще Бог. Без Слова Божьего в нас не приходит вера, потому что вера от слышания, да, слышание от Слова Божьего. И вот понимание того, что он был голоден, и говорит, в доме отца есть много хлеба. И если вы сегодня каким-то образом думаете, может быть, вернуться домой, вернуться в общину, либо в церковь, откуда вы ушли, вы уже давно, уже отступником живете, долгое время расточили все, что у вас есть, все дары, которые вы имеете. Сегодня это проповедь для вас, для тех, кто желает вернуться. Даже если вы на пять минут отошли от Бога, даже если вы на секунду подумали о личном, как вернуться домой, где вас ждет Отец. Вот это проповедь об этом. Как вернуться домой? Что необходимо сделать, чтобы пережить опять эту любовь отца и не быть в осуждении. Необходимость эта очень важна, потому что вот эти несколько стихов можно суммировать на простые вещи. Честность и, наверное же, правдивость. Ничто иное не может нас вернуть обратно, как честность. Вот честность относительно обстоятельств, из которых ты попал. Посмотреть на то, в чем ты находишься и в ситуацию, в которой ты попал, и какой результат от твоего решения. Что произошло? Это принесло тебе популярность, свободу? Это принесло тебе, как бы сказать, нечто такое, желание превознестись? Что ты приобрел из-за этого? Или же на самом деле посмотреть на реальность, как старуха у разбитого корыта? Все. Что произошло? Что дальше? Что дальше будет, если я буду дальше так двигаться? И все это я сделал в сумму такую, как честность и правдивость. Для того, чтобы вернуться назад в Божий дом, где тебя обязательно ждут. У людей есть, знаете, такое мнение, что меня никто в церкви или в общине, в других местах, меня больше никто не ждет. Я настолько натворил, что я никому не нужен. А если я нужен, только для того, чтобы со мной разобраться и порвать меня на кусочки. Поэтому не собираюсь возвращаться. Или же я боюсь возвращаться, потому что так может произойти. Но это мнение, оно лживое, оно не от Бога. Бог желает, чтобы мы вернулись. Вы как помните, сына ждал отец. Он не пошел за ним искать его. Послушайте, он не пошел его искать, потому что он понимал, что сыну нужно прийти к сознанию. И чаще всего, когда многие отступники приходят обратно, они спрашивают, почему Бог не мог меня остановить? Почему Бог? Ну, разве ему трудно было что-то сделать такое, чтобы я просто очнулся, и все было бы нормально? Я бы понял, что это Бог на пути, как Павла, который на пути в Дамаск. И я думаю, что это вот и эта причина. Бог иногда позволяет по твоему жестокосердию, по твоему желанию, по твоей похоти, отпустить тебя в этот мир, чтобы ты пережил то, что необходимо пережить, вернуться назад навсегда. Первое. Мы должны быть честны самим собою. Первый пункт. Для того, чтобы вернуться обратно, первое, что нужно, это быть честным с самим собою. Откройте очень важное местописание, которое, я считаю, меня поразило. Но это история из жизни Авраама и Сары. И оно написано в Бытие, 20 глава, с 1 по 6 стих. Авраам поднялся оттуда к югу, поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя. Ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимилех, царь Гаарский, взять Сару. Пришел Бог к Авимилеху ночью, во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Но он тебе представит себе ситуацию, ты просыпаешься так вот в холодном поту, кто-то стоит с обнаженным мечом и скажет, все, все, отниму твою жизнь. И этот человек сказал, подожди, подожди, давай поговорим, за что? За собой ничего я не имею, за что разборки такие, за что и меня, и народ, который ни в чем не виноват, ты сейчас полишешь жизни. И вот знаете, здесь интересная вещь, Бог говорит, что я тебя накажу за жену, у которой есть муж. И Авимилех же сказал, да там, Владыка, неужели ты погубишь за незнавшись его и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего, в чистоте рук моих. Интересно, потому что здесь, подчеркните там место, я сделал это в простоте сердца моего. На еврите там делают под такой вот момент, что не имея злого умысла, то есть не имея греховных помышлений, какое греховное помышление? Женщина, которая сказала, что я сестра этому человеку, взяла ее к себе домой, чтобы угостить кофе и тасать чай, кофе, капучино и все остальное, посиди здесь, посмотрим телевизор? Намерения, честно говоря, уже были. Намерения были нормальные, чтобы она стала моей женой, честно говоря, и все хорошо. О чем мы говорим здесь? В автоматическом действии, то есть не было умысла сделать другому человеку зло, поэтому в чистоте сердца своего мои желания были чисты перед тобой, как у всех людей, как у другого мужчины иметь себе еще одну жену. Честно или не честно? Честно. И вот здесь вот момент, очень важно, что он говорит, в простоте своего сердца. На украинском языке, мне это понравилось, там я читаю, там написано, я вчинил это без широго сердца моего. Какой язык, а? Представляете, я без широго, радостно, радостно вмещающегося с таким, знаете, я не знаю, с большим счастьем я это сделал. За что меня убивать, если я такой счастливый человек? И знаете, следующий стих, который меня просто поразил. «И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего». Говорит, «Я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха передо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». Вы сказали, а в чем глубина этого стиха? Вы получили поражение такое, оно поразило меня. Я вам объясню, что я имею в виду. Когда человек ходит по путям вообще жизни, делал в простоте своего сердца то, что он делал, Бог всегда будет удерживать его от греха. Услышьте? Может быть, вы не понимаете, о чем я говорю. Когда мы, не имея злого умысла и живем по жизни, в простоте сердца честно, мы живем свою жизнь, Бог тогда будет удерживать нас от делать грех. Меня этот стих очень впечатлил, потому что здесь закрыта именно вот эта часть, которая мы должны быть самим себе откровенны. Мы должны быть в простоте, мы должны иметь понимание, что честность перед Богом является залогом нашего здоровья, наших отношений с друг другом, между нами и Богом. Это так, что, знаете, вот как будто в торговле, а что бы говорить, полнота вот честности, если вы торгуете какими-то вещами с чем-либо и не договариваете о продукте, что-то такое, что, ну, как бы, оно и нужно потребителю знать, но не совсем надо. Да, вот состояние это называется нечестностью, нецелостностью, вы не говорите всю правду и истину о том продукте, который вы продаете. Вы говорите вводим все правильно, но полноты, вот от честности, простоты, да, вот это слово, которое мы имеем, простота, ее нету. Вот здесь вот именно заключается этот принцип. Мы верующие, которые живем на этой земле, мы должны быть открыты к тому, чтобы быть честными. Я говорю лишь это потому, что если вы хотите вернуться домой, а вам надо, такому, как Олегу надо вернуться и другим нужно сесть на место. Почему так получается? Как только начинают говорить правильные вещи, людям сразу хочется в туалет. Наверное, холодно. Наверное, все-таки холодно. Я говорю это потому, что всем нам, кто намерился идти домой. Для тех, кто думает прийти домой, важно помнить, нужно быть честным самим собой. Вы верующий человек, но, может, живете за гранями тех правил, которые Бог вам поставил уже долгое время. Может быть, грех вас уже совсем разломал со всех сторон. У вас есть возможность вернуться обратно к Богу. Честно. Знаете, когда я был еще подростком, я посещал подпольную общину, и мне не давали проповедовать по разным причинам. Одна из причин была то, что я сын-отступница, и по этой причине как бы не давали проповедовать, думали, разве сын-блудница может что-то сказать? Помните, как из Писания, разве сын-блудница может быть еще царем или так далее, судьею? Но все-таки желание проповедовать было очень сильно. Я ходил в дружеские общины, тоже подпольные, там практиковался на молодежном, я говорил слово, и вот мне возможность пришла проповедовать как раз перед армией. Мне было исполнилось 18 лет, и мне сказали вот, типа, брат Валентин, поделитесь словом. Я, конечно же, знаете, у меня сразу есть много вариантов проповеди, сразу, когда-то Песнятинская церковь, а там надо, там минут 15-10 это нужно было проповедовать, и братья по очереди. Пока братья распределили, твоя очередь пока подойдет, нужно еще, можно успеть подготовиться. И в этот момент я не готовился, я просто молился Богу, говорю, Господи, 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 дай мне сказать слово, чтобы оно было сильным словом, я хочу, чтобы люди пережили тебя и все такое. И вот внутри меня просто такое чувство, говорит, а вообще, зачем тебе это надо? Я думаю, а действительно, а зачем это мне надо? Ну, зачем это мне надо? Вот чтобы я, чтобы Бог мне помог проповедовать. Знаете, и вдруг я так искренне говорю, Господи, ну ты знаешь, что они обо мне думают? Ну, честно, они считают, что я сын отступницы, что у меня нет возможности, а я хочу, чтобы после этой проповеди они так типа утереть им нос и сказать, что опа-на, вы ошиблись, а я могу. Знаете, вот чувство такое было, я не могу передать, это не разговор был, это не было какой-то, знаете, вот я услышал Бога, Он мне сказал, там я Ему сказал, знаете, такого не было. Вот это переживание, и вдруг, и вдруг этот момент, я начинаю переживать другое состояние, как будто, знаете, вот мой отец говорит ко мне, говорит, ну, спасибо за искренность, спасибо, что ты так сказал, я тебе дам возможность проповедовать, я тебе скажу больше, ты будешь говорить к народам. Тот вечер, конечно же, мнения обо мне много поменялись, и после этого меня приглашали очень часто проповедовать, но я хочу сказать, что именно откровенность наша перед Богом очень важна. Откровенность не то, что мы, сказать, что мы вот виноваты, а вот открыто, я не знаю, как вам объяснить такое состояние, когда ты расплавлен, открытый перед Богом, перед собой, в первую очередь, что ты в полной торбе, что тебе нужен Бог, и тебе не нужно оправдаться, на кого-то находить, кто в этом виноват, а прийти пред Богом и в Дом Божий и сказать Богу о том честно. Вот то, что Бог сегодня ищет, это, наверное, открытости, вот этой свободы, которой мы можем поговорить с Ним. Вторая часть – это то, что мы должны быть честны с другими людьми. Лука, та же самая глава, глава 15-19 стих, «Прими меня в число наемников твоих». Знаете, эта фраза уже достаточно для того, чтобы сказать о том, что следующий пункт в моей проповеди говорит, о том, чтобы быть честным перед другими. Как вы думаете, если ситуация была бы так, как предсказывал юноша, ему пришлось бы работать с наемниками отца своего, и они, будучи зная, кто это, а не будет скрываться, что он сын, хозяина, и как вы думаете, молчали ли бы люди? И стоило ли ему умалчивать все ситуации, причины? Наверное, вот это решение, которое он сказал, я буду работником, я хочу быть в доме отца, быть даже рабом, то есть рабочим, он бы не смог бы сказать, он решил уже говорить о том, что с его жизнью произошло. открытость, ему не нужно было бы скрывать, да, я сын, но я сегодня здесь, потому что я сделал много ошибок, я взял и ушел, несмотря на то, что я разбил сердце отца, я расточил то, что Богом мне было дано, завещанием, отец дал мне, я расточил это на людей, на друзей, которые мне не друзья, в тяжелое время не помогли, я действительно сегодня жну, что я посеял. Открытость перед другими, важность, чтобы прийти. Я, знаете, часто слышу иногда, люди приходят ко мне и говорят, пастор, я хочу быть с тобой весьма честен сегодня. Бывает такое у вас? Говорят люди, вам нет. Говорят, я хочу предельно быть честен с тобой. Говорят люди, так нет. Я слышу это часто, поэтому первый вопрос, который хочу задать в моем разуме. Я до этого времени вроде бы тебе доверял и всегда считал, что ты был честным человеком. Что случилось сейчас? То есть, если ты говоришь, я хочу сейчас, вот сейчас хочу быть честным, значит, до этого ты что-то не договаривал. Ну, это как бы не к делу, но все равно вот состояние, когда мы пытаемся быть с другими людьми как на оправдательной позиции. Не быть честным, но говорить открыто. Ну, вы должны бы открыто говорить. Якова 5,16 говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молиться друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усилена молитва праведника. Мы говорим о том, чтобы исцелиться чаще всего. Вот когда мы хотим исцеления, то все мы помолимся, праведники, мы все помолимся и будет хорошо, правда? А написано больше другое здесь. Признавайтесь друг перед другом. Слово в проступках в этом контексте греческого языка говорит как паратома или же гамаритис, гамаритис, это греческий язык. Не думайте, что я его знаю. Я еще не профессор и не пытаюсь вас лечить. В любом случае, это слово означает грех, прегрешение, преступление, провинность, проступок, греховность, обида, ошибки и нечеткость. Знаете, и в контексте, конечно же, жертва за грех, но при всем этом, когда мы используем это слово паратома или другие слова, которые связаны с этим, это еще парабэй или как парабола, или как бы еще говорят это слово, это вдоль чего-то. То есть, кинуть вдоль чего-то. Когда человек именно признается в поступках, даже если это 5 миллиметров от цели ты упал, то Библия говорит о том, что признавайтесь. Не зависит, ты километр или здесь. Отошел на 10 секунд от Бога или 20 лет живешь в грехе. 10 секунд и Бог говорит, что я настолько тебя люблю, что я хочу, чтобы ты раскаялся, открылся. Будь честен, свободен, чтобы мы с тобой могли поговорить. Я связываю это с моей прошлой проповедью, где душа начинает бороться с духом. Мы все согрешаем, мы все имеем в себе слабости, где мы притыкаемся, где мы пересекаем эту грань Божьих правил. И все же это слово, которое здесь используется, чтобы мы мгновенно, фактически, сразу же просили прощения, признавались друг перед другом. Я просто хочу сказать вам, что если мы поймем, что Бог, который нас сильно любит, желает быть рядом с нами, даже когда мы не дотянулись до истины, когда мы не попали в цель, хотя и на малую долю отступили от Его законов, Он хочет, чтобы мы чисто и честно признавались перед Ним в этих поступках. Конечно же, это сложно. Если мы не сможем признаваться в малых поступках, я вам скажу так, честно, мы не сможем признаваться в больших. Хочу сейчас сказать то, что если у нас не будет привычки признаваться в тех малых ошибках или больших ошибках, если ее не будет, тогда мы будем ходить во тьме. Знаете, хочу сейчас задать вам вопрос, который весьма актуальный в современном мире, особенно для молодежи, для взрослых. Задам вопрос как женщинам, так и мужчинам. он может быть ничего не имеет общего с позициями какими-то конкретными человеческими, то, что у вас происходит, но я хочу спросить у вас, вы можете признаваться вашему супругу о том, что вы страдаете от похоти? Сможете ли вы признаться вашему супругу, я говорю женщина, в том, что вы страдаете в похоти? А вы сможете исповедоваться в похоти, которая вас посещает перед вашим супружницей? Странно, да, я вопрос задал? Никто не задает. Почему? Почему вот мы так категорично обществом таким образом мыслим? Можем ли мы принять, то есть свободно принять исповедь нашего супруга и не взорваться? эмоционально не знаете вот сразу кошмар, геволт и все остальное подозревать его во всех искушениях и измене супружеской жизни, да? Сможем ли мы принять, то есть женщина говорит, сможете ли вы принять исповедь вашего супруга в том, что он борется с похотями, которые его окружают, а они окружают нас? Друзья дорогие, они окружают нас в телевизоре, в фильмах, в интернете, на улице, на пляжах, где бы вы ни были, мы люди, которые живем в этом мире, но если мы не способны говорить о самых малых искушениях, которые нас касаются, сможем ли открыть большое, вопрос тогда, если вы не можете воспринять исповедь вашего мужа от тех искушений, которых он переживает, вопрос тогда очень простой, кому тогда ему идти? К пастору, идите к пастору, идите к пастору, я честно скажу, я не мусорный ящик, а он мне наговорит, и что, я потом кому-то должен еще сказать, он мне сейчас выскажет все это самое, теперь у меня будут мультики, я вас умоляю, вопрос, кому ему идти, если не тем, кому Бог сказать, вот это твоя плоть и кровь, тем, кто Бог соединил вместе, и наоборот, я не говорю только о сексуальных чувствах, которые нас перемкнули иногда, знаете, то, что у нас происходит в жизни, потому что, когда говорят, что мы верующие люди, это не означает, что мы святые до конца своей жизни, мы оправданы Богом, но мы падаем, простой момент, дамы, если он не может исповедовать вам свои трудности, переживания, свою борьбу, скажите, пожалуйста, мне, кому ему идти, подожди, вы не можете сдирать свои эмоции в том, чтобы не взорваться словами, своей пылкостью и своими языком, чтобы он не закрылся и больше, например, не хочу говорить, вот если скажу еще раз ей, все, и зачем оно мне надо, если вы не сможете его в большой любви своей покрыть и услышать его трудности и пройти с ним эти трудности, тогда кому идти, тогда не получается ли, что мы подталкиваем друг друга в этот темный лес, где есть серый волк по названиям дьявол, потому что чаще всего дьявол говорит, слушай, она тебя не поймет, или он тебя вообще начнет ревновать, это не твой вопрос, держи это при себе, втихаря, и держи вот так, чтобы никто об этом не узнал в темноте, скажите, какие наши отношения будут с Богом? Наша душа подпитывает тем, что мы переживаем, толкает нас на отдаленность от Бога, дух наш он томится, и мы переживаем трудности в эти моменты, это не только касается наших ситуаций, то, что мы о похоти, это может быть наша неудача, то, что я только споткнулся, неправильно сделал решение, обманул, или же лукавил, если я сразу не решу этот вопрос, и с кем тем, что я решаю, попадаю в проблемы, я с вами говорю об этом, потому что я переживал эти ситуации, я возрастал в этом, мне приходилось бороться с этим, я скажу, что я не был всегда успешным в этих вещах, я знаю, что Татьяна меня любит, я знаю, что она знает, что я ее люблю, и знает, что есть ситуации в жизни, где нужно открыться, надо сказать, она может сказать мне то, что мне даже больно, но мне нужно пройти вместе, если мы не проходим это вместе, мы толкаем друг друга в темноту, и мы говорим, разберись это сам с собою, в первую очередь, но чаще всего нам нужен тот, кому можно сказать это, и я вам скажу, что я еще возрастаю в этом, начинается с малого, были вещи, которые не хотел говорить Татьяне, но вылилось в нашей жизни довольно трагическую ситуацию, которую мы решали до пяти лет, это не было, я скажу, что это не был грех прелюбодьяния или что-то еще, чтобы они не думали, себе тоже картинки не ставили, да, я просто скрыл то, что касалось семьи, и она вылезла потом, и она говорила, почему мы не поговорили об этом, почему ты попал в эту ситуацию, ты так долго не сказал мне об этом, значит, ты не доверяешь мне, и мне пришлось каяться, говорить, я в самом деле, я не хотел, чтобы ты переживал, чтобы это было каким-то образом на наши отношения влияло, она сказала, я тебя люблю, и эти ситуации мы должны пройти вместе, это все же мы должны пройти вместе, поэтому, когда я говорю о том, что мы должны признаваться друг перед другом, нам нужно понимать, что мы не должны держать в секрете то, что мы можем поделиться, и возвращение домой именно связано с тем, чтобы быть открытыми, быть открытым, мы пытаемся бороться вместе, так как понимаем, что отвергая друг друга в наших ошибках, мы оставляем друг друга во тьме, это касается сейчас и женатых людей, это касается тех, кто хотят жениться, думать о том, что вы должны уже сегодня быть открытыми к тому, чтобы иметь диалог, поддержку друг друга, и те, кто еще не женатый, вам нужно понимать, что если дьявол будет держать вас в этих тайнах, которые у вас есть, они нарушат ваше отношение с Богом, не будет открытого возвращения обратно домой, и последнее, третье, будьте честны перед Богом, вы скажете, когда ты уже приходишь к Богу уже, мы как бы честны, услышьте меня, когда мы приходим к Богу, мы говорим Богу тайные грехи, и мы понимаем, что Он взял мои тайные грехи, которые я не сказал ни тем, ни другим, Он их положил на крест, мы получили свободу, пришла радость и все остальное, но проходит время, когда мы опять же попадаем в согрешение и ситуации искушения и все остальное, как тогда делиться с этим, вы понимаете, о чем он говорит, и тогда нужно говорить честности, справедливости с Богом, и вот, например, в 15 главе сын говорит так, в 21 стихе, сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, и перед тобой уже не достоин называться сыном, он говорит, я открываю свои отношения, Бог есть отец, и знаете, он намеренно ищет наших отношений, он хочет, чтобы мы примирились с ним, он хочет, чтобы мы открылись, и знаете, очень интересное место, вот именно честности перед Богом, Деяние апостола, 5 глава, с 1 по 3 стих, эта история всем известна, всем известна, я как бы повторять не хочется, но я хочу, чтобы вы услышали, некий муж именем Анания и с женой своей Сафирою продав имение, утаил из цены, слово утаил, помните, говорим, не сказал полноту, не сказал честность, я не знаю причину, мы не знаем причину, чего он утаил, открытости не было, он не был честен с собой, не был честен с другими, знаете, и вот здесь сведомо жены своей, некоторую часть принес и положил к ногам апостолов, но Петр сказал ему, Анания, для чего ты допустил в сатане вложить всю эту твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли, вы знаете, когда я думал об этом, очень интересно, что мы должны вообще увидеть, что часть, которая была утаена или неоткрыта, значит, нечестность, которая произошла, я не знаю, что бы это ни было, как бы мы ни называли это, но все-таки Бог хочет, чтобы мы были чисты, суть проста, это не было нечестно и не в непорочности сердца моего, другими словами, я это делал, мне не в порочности сердца моего, если вы честны сами собой, вы не обманываетесь себя, если вы нечестны сами собой, потому что здесь написано, что Анания положил в своем сердце, согласились утаить уже нечестность перед самим собой, тогда мы будем неискрим, будем нечестны перед другими людьми, и более того, Петр говорит, подожди, 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 ты нечестен был с собой, ты нечестен с нами, но ты вообще остался нечестным перед Богом, замечали ли вы за своими детьми некоторую такую игру, вы им не разрешаете что-то делать, а потом вы внезапно приходите и они так делают, да, да, вот, мы же дети, да, вот, мы, и все, и мы такие, уже видим, что там уже за спиной, там, кусок колбасы или там хлеба, там, да, вот, смотрим, и мы говорим, ты ничего не прячешь, нет, ничего, ничего не прячешь, это все в порядке, там, я тебе не разрешал, а все, все в порядке, все хорошо, кто-нибудь из вас ловился на такую удочку, а проглотили живец, нет, потому что мы мы понимаем, что они спят, а дети думают, ничего нету, все хорошо, и я думаю, что мы тоже, как дети такие же, знаете, приходим к этому моменту, мы нашалили, что-то сделали, и потом перед вами стоим, все в порядке, все нормально, а знаете, что, так я вам скажу честно, он не только впереди, бог со всех сторон, он сзади смотрит, говорит, ага, классная штучка, хорошо, а честность перед Богом, честность перед Богом, если вы честны с собой, вы будете честны и с людьми, и с Богом, вы действительно думаете, что если вы Богу это не скажете, то он не будет знать, встречали таких людей, и приходят к тебе с сожалением, что не сделали ситуацию, что наговорила там всем, и все, и вся, язык длинный, и все остальное, либо наоборот, что что-то хорошее делал, всегда доброе дело, а теперь его не делает, и говоришь, слушай, поговори с Богом, с кем? С ним? Да нет, я не могу этому сказать, так в момент, он уже знает, он уже слышал наш разговор с тобой, уже, о чем мы говорим? О том, что когда мы думаем, что Бог не сказал это Богу, Он ничего не будет знать, мы ошибаемся, но хотите знать наибольшую тайну, тайну, которую Бог хочет поделиться с вами, за то, что ты сейчас пытаешься тщательно скрыть давно заплаченная цена, услышите, все за то, что ты пытаешься скрыть, утаить, где-то в тайне, за все это заплачена уже цена. И знаете, самый лучший пример открытости и писания, которые могут быть честности перед Богом, находится в Евангелиях, Матфея 11, говорится, возьмите иго моё на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой души вашим. Чего можно научиться у Ишуа? Все скажут, всего. Но на самом деле, я хочу показать вам искренности, которой Ишуа был перед отцом своим. Искренности, то есть, той честности, с которой он подошёл к вопросу. Написано это в Луки 22 глава. Это перед страданием, перед Голгофским крестом он был в молитве перед Богом. Там написано, и сам отошёл от них на вержение камня и преклонил колени, молясь, говоря, отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился ему ангел с небес и укреплял его. Вы скажете, ну хорошо, но вот воля, ну не моя, но твоя, мое желание, твое. Фактически, воля – это пожелание. И что Иешуа говорит? Не мое желание, не мое желание пройти это, но если невозможно. Другими словами, это мое предположение. Иешуа не молился о том, чтобы казни, издевательства, насмешки, надругания миновало его. Он понимал, что грехи людей, людей прощались с пролитием крови. Он это прекрасно понимал. Я думаю, что самое страшное, что было для Иешуа, это была разлука с отцом. Самое тяжелое, потому что он кричал, отче, почему ты оставил меня. То, чего он не сильно хотел, но при всем этом, послушайте внимательно, при всем этом, он говорит, вот того, чего я не хочу, я не желаю расставания с тобой ради людей, которых нужно привести к тебе, но если нужно, и другого пути нету, другого варианта нету абсолютно, чтобы люди пришли к тебе, примирились с тобой, как только через это расставание, он говорит, не моя воля, не мое желание, но пускай твое желание сбудется. Если мы поймем о том, что Иешуа хочет, чтобы мы примирялись с Богом, знаете, тайна нашей свободы заключается, как я уже говорил, только тогда, когда мы приняли Иешуа личным спасителем, но тогда, когда мы открыто с ним общаемся. Многие из нас, буквально, это было несколько лет назад, пережили такое явление, как энкаунтер, была модная часть, как энкаунтер. Кто из вас переживал энкаунтер? Ездили на энкаунтер? Ну, или там встреча с Богом, специальное собрание и так далее. Мы писали свои согрешения перед Богом, свои ошибки, потом мы шли вот на крест, я помню, как мы этот крест тоже использовали, если у вас перед этой стороны, там есть маленькие такие гвозички, мы прикалывали туда эти согрешения, и мы приходили такие свободные, некоторые пережили, хорошие переживали с Богом. Знаете, и это хорошо, вот этот момент очень хорошо, но я помню, когда я был подростком, я еще раз напомню, это была подпольная церковь, я понимал, что мои согрешения, вот после покаяния, моя юношеская страсть, мои вещи, что происходило со мной, они мешали мне в моих отношениях с Богом, я не знал, что делать, я мучился в себе, я почувствовал, что я весь грязный, я неправильный, у меня ситуации не слаживаются ни в спорте, ни в этом, еще я чувствовал себя тяжело, и вот я думаю, ну что делать, что делать, чтобы, если я скажу людям, кому сказать, ну кому сказать о своих проблемах, которые, это самое, юношеских, и все остальное, я так и понимаю, что я кому-то скажу, оно где-то выйдет, кому-то что расскажу, будет смеяться, и все остальное, я взял и написал, вот я написал эти согрешения, помню, написал, писал, 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 и, ну типа, письмо к отцу, типа, и прости меня, твой сын, и не написал, потому что, ну кто-то найдет, ну кто-то найдет, скажет, ну ничего себе, вот это, надо вообще от церкви отлучить, за все это дело, я не знал, что делать, и я помню, когда мы после собрания, поздно вечером мы расходились, и мне выпала участь такая, пройтись до троллейбусной остановки с моим, нашим дьяконом, учителем там, в церкви, покойным сегодня человеком, и вот я и шел, типа, знаете, вот я хочу, как бы так, вот, почитайте, типа, он почитал, я потом начал говорить, ну, я не знаю, как с этим, вот, что делать, и так далее, и он такой смотрел на все, говорит, Валентин, вот этот список, почти 100% людей с этим имеют проблемы, вот это, 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 почти все так проходят этот трудный путь жизни, но знаешь, какая большая проблема, дьявол на тебя так накрутил, чтобы загнать тебя в темный угол и говорить, что ты никто, ничто, если ты с этими высветишь эти все грехи, эти проблемы, эти борьбы, которые у тебя есть, тебя просто затопчут, уничтожат, и ты не будешь иметь счастья, ты будешь унижен всеми, дьявол хочет, чтобы ты держал это в темноте, ни в коем случае не на свету, вы знаете, он помолился за меня, через несколько дней я такой был счастлив, что сейчас один человек в этом мире знает все мои грехи, знаете, такие счастлив, кому-то передал, знаете, такое бывает, что нес нож, он говорит, на, понеси, бум, еще идешь, хорошо, один уже, кто-то уже несет его, знаете, такое состояние, я помню, что я тогда и шел с счастливым человеком, типа, теперь не страшно, ну не страшно, теперь что подумать, я смогу полностью сказать, послушай, я исповедовался, я сказал все, это человек, вот тут типа, и знаете, такая мысль пришла в разум, говорит, только он один знает это все, это вы, а что, и все, ну да, конечно, хотя бы один человек знает, и я понимаю, что Бог обращается ко мне, говорит, сын мой, я знал все, что в этом списке было написано, что ты написал, и что ты не написал, мало того, я тебе хочу сказать, что я за него умер, этот список, чтобы ты ходил в свободе, знаете, я понимаю, что мы сегодня стоим перед этой чертой блудного сына, пять секунд, или пять лет, десять лет, три месяца, это притча о нас, с вами, сегодня у нас есть возможность приходить к Богу, независимо на каком этапе, и я пытаюсь дать всем нам и себе лично тот, знаете, путь, который даст нам реальное желание быть верующим человеком, быть частью общины, быть в свободе и не ходить под осуждением, и самое важное, если мы поймем, когда мы говорим о том, что вот воля Божия, помните, мы говорили об этом, Ишо говорит, да не будет моя воля, если мы будем искренне говорить о Богу, о Его воле, то, да будет твоя воля в моей жизни, мы должны тогда же искренне сказать, что пускай не мои желания будут, я не знаю, или я вам донес эту мысль, если мы говорим о том, что молимся к Богу, обращаемся к Богу, Боже, пускай твоя воля совершится в моей жизни, то мы должны также быть искренне честны перед Богом и перед самим собою, чтобы сказать, не мои желания, не моя воля будет, но твоя, все мои желания, которые у меня есть, извини, мне надо туда фильтровать, если вы поняли, о чем я говорю, я бы хотел, чтобы мы сейчас встали наши ноги, серия этих, или цикл этих проповедей направлена не для неверующих, а для нас в основном, но я хочу обратиться к тем, кто, может быть, никогда не принимал Ишуа личным спасителем, может быть, вам говорили о том, что жизнь верующего человека, принять Ишуа, это легко, и жить с Богом, это большего счастья, человеку не надо, я вам скажу честно, это правда, я бы не поменял свою жизнь ни на что другое, потому что я понимаю, что тот мир, в котором мы сегодня живем, он не имеет границ, как уничтожить человека, как его поднять, как его унизить, как ему не дать того, что Бог может дать, счастье, но также я понимаю, что для вас, вам нужен Бог, вам нужен Бог, чтобы иметь утешение, к кому можно было обратиться, к кому можно было искренне поговорить, сесть вот так вот, где-то искать, слушай, я в полной торбе, я в полном состоянии безизвестности, помоги мне, принять Бога очень непросто, когда говорят просто, я говорю непросто, потому что в Него нужно верить, сказать Ему, ты там наверху, знаете, помните эту песню, и вы там наверху, к Нему нужно верить, что Он есть, а если вы верите, что Он есть, то Он воздает, и воздать за ваши согрешения мы иногда жнем, но хочу, чтобы вы поняли, что Он возложил на Своего Сына грехи ваши сейчас, вчера и третьего дня, они возложены были на Него, чтобы нам сегодня иметь простой доступ, то есть, иди сказать, о, Абба, Отец Небесный на небесах, я не знаю, какой ты, с длинной бородой, седой, молодой или старой, я не знаю, какой ты Бог, но я знаю, что этот мир не просто так существует, эти люди пережили тебя, которые здесь находятся, помоги мне, помоги мне прожить эту жизнь достойно, и если мне когда-то придется стать перед тобою в вечности, потому что что-то есть за это после смерти, дай мне осознать, что Иисус, Иешуа, еврейский плотник, Бог во плоти, пошел на крест за меня, чтобы меня примирить с тобой, чтобы у меня были отношения с тобой, по этой причине я прошу, приди в мою жизнь, покажи мне мне тебя, покажи мне твою руку помощи, я хочу верить, что ты есть Бог милости, что ты судья праведный, и то, что я заслужил, Иешуа взял на себя. Для тех, кто верующий давно, вы перестали чувствовать отношения с Богом, как будто вы на дистанции, что где-то есть дом Божий, что где-то есть Бог, Отец, а вы существуете в другом мире, в параллельном мире, у вас есть друзья, у вас есть развлечения, у вас есть работа, вы каким-то образом потеряли этот контакт. Я вас ободряю сделать простые вещи, как сделал блудный сын. Он пришел к сознанию, был честен с самим собою, что там, где он находился, это не его призвание, это не его место, это не так, как он хочет закончить свою жизнь. И он говорит, я готов поговорить с Богом, с Отцом практически, честно. И он говорит, я виноват, я согрешил против неба и против тебя. Я говорю, возвращайтесь, открывай, будьте открыты, будьте честны, не в многословии, а в своем сердце. будьте честны друг перед другом, мужья со своими женами, родители с детьми, друзья со своими друзьями, будьте честны, может быть, вам нужно эксповедание, будьте честны о том, как это произошло, никто вас потолкнул на это, никто не заинтересован в наказании кого-то. Отец заинтересован в том, чтобы сын вернулся. И слышите, он радуется об этом, быть честны перед Богом. За это помолиться хотел бы, чтобы мы от собственного сердца поговорили с Ним и просто сказали Ему, Абба, я сегодня нуждаюсь в Тебе. В доме Твоем есть много благословений. Каким-то образом я утерял это. для тех, кто, может быть, никогда не принимал Ишуа, личного спасителя, сказать, я хочу верить в Тебя, я хочу жить другой жизнью. Для тех, кто далеки были от Него, сказать Ему, я возвращаюсь обратно. Я хочу иметь свободу, чтобы дьявол не загонял меня в этот темный угол, в этот темный лес, чтобы я там не сидел со своими секретами, своими тайнами, со своими переживаниями и болями. Я хочу открыться и быть свободным. Отец Небесный, Ты слышал наши молитвы? Те, кто молился по интернету с нами в прямом эфире либо будет молиться, Господь, Ты знаешь, как к нам прикоснуться и изменить нас. Пускай это Слово Твое, оно меняет нас и дай нам не забывать, что блудный сын, который может быть и 5 секунд, и 10 лет, он блудный сын, он расточает и что отношения прерываются с того момента, когда мы пересекаем эту запретную зону комфорта, которую мы имеем в Боге. Пускай Бог Авраама и Отца Хаякова благословит вас во всем и пускай милость Его сопровождает вас каждый-каждый день. Я надеюсь, что вы пересмотрите эту проповедь и будете рассмышлять над этим, ведь у нас есть что делать и перед тем, чтобы где-то в чем-то участвовать в Доме Божьем, нам нужно туда вернуться. Аминь. Даже если вы находитесь здесь, это еще и ваш разум еще сопротивляется некоторым вопросом вашей жизни, нужно возвращаться домой. Аминь. Давайте мы дадим Богу славу. Спасибо, спасибо тебе, Господь. Пускай эта молитва Аарона, она не просто вводит на шалом, но дать нам милость, которую ты, Господь, приготовил джанас. Аминь. Аминь. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Продолжение следует...